Приветствую вас. Я думаю, что основная проблематика вашей ситуации заключается в некой неосознанности, наверное, того, что вы делаете. В некой неосознанности, наверное, ваших поступков, ваших поведенческих моделей и так далее. И как следствие подобного низкого уровня осознанности возникают ракетные чувства, которые в общем и целом появляются всегда, когда у человека низкий уровень осознанности происходит. Итак, давайте по порядку. В феврале этого года мы расстались с мужчиной из-за его измен с большим скандалом. Ну вот здесь сразу можно сказать несколько вещей. Первое. Измена. Это травма. И травма это для вас и для него, хотя вы, скорее всего, мне не поверите. Ну я. Я и не настаиваю особо, чтобы вы мне верили. Просто с точки зрения психологии это именно так. Соответственно, травма нуждается в проработке. Вы поправьте меня, если я ошибаюсь. То есть, скорее всего, ее, то есть, свою травму не прорабатываю. Дальше. Значит, измена вместе с тем. Это, помимо всего прочего, это еще и в какой-то степени сигнализация о том, что у вас в отношениях не все было в порядке. То есть, это вот такая какая-то, знаете, глобальная неудовлетворенность у мужчины, у вас. Измена это следствие этого. Это следствие неудовлетворенности. Может быть, вам это будет достаточно болезненно принимать, но это так с точки зрения психологии. Скандал. Ну, психологическая игра, скандал, я думаю, вполне доступна для вашего изучения. Здесь я могу сказать только то, что возникает она, когда люди не честны по отношению друг к другу. Когда люди не прислушиваются, в первую очередь, к себе в отношениях и не выражают то, что, собственно говоря, их беспокоит. Именно их беспокоит. Не другого человека, а именно их. То есть, вы не выражали то, что беспокоит лично вас. И, вероятно, из-за этой причины, ну, не только, но в том числе, есть вот у вас сейчас, в том числе сейчас, такие вот проблемы. Значит. Дальше. Идем. Разорвала я с ним, потому что папа мне общались в четыре месяца, он не шел на сближение. А в мае этого года приехал ко мне, накупив новый автомобиль, я его поздравила с покупкой, пожелал счастья и ушла. Здесь немного странно. Вы пишите, что меня общались четыре месяца. Потому что он не шел на сближение, что лично я могу расценить, как то, что вы на сближение идти хотели. Хотели бы? Или как? То есть, вот, ну, здесь такой достаточно важный, как мне кажется, момент. Потому что, если вы хотели идти на сближение, но человек вам, ну, с вами не шел на него, не шел на сближение, то это, ну, вопрос по большей части, наверное, все же. К вам, да? То есть, вы хотели с человеком сблизиться, вероятно, вы хотели все-таки пойти с ним на сближение, но он вот не шел на него. Либо, повторюсь, я здесь еще вот не понял, может быть, вы имели в виду немножко другое. Вот, но суть, конечно, суть, конечно, проблемы вот в том числе в этом, да, что, а вы, значит, ну, вот так написали. То есть, здесь, на мой взгляд, не совсем понятно, вы хотели, как бы, с ним сблизиться или как, или что. То есть, вот, что вы имели, ну, что вы имеете в виду, когда говорите, что он не шел с вами на сближение. Это означает ли это, что вы с ним сблизиться хотели, вот. Или это означает, ну, что-то другое. Ну, например, то, что вы ждали от него, что он с вами пойдет на сближение, а он с вами на сближение не пошел, например. Вот, то есть, тут вот не совсем, на мой взгляд, понятная история. Вот, не совсем понятно, что вы имеете в виду. Вот, я надеюсь только на то, что вы этот момент нам немножечко пояснить, пояснить. Вот. Дальше. Значит, следующее. В мае этого года он приезжает ко мне, купив новый автомобиль, я его поздравила с покупкой, пожелала счастья и ушла. Опять же, не очень понятно, куда вы ушли, если он к вам приехал. Ну, ладно. После этого он опять приехал, сказал, что его погнали, а то он хотел бы примирения со мной. После нескольких таких его поэтов, я простила его, хотя не могу сказать, что он уже очень сильно раскаивался. Ну, здесь вот, наверное, не совсем понятно, что вы имеете в виду, говоря, что вы его простили. Хотя он, по вашему мнению, ну, не раскаивался. Не сказать, что бы он сильно раскаивал. Понимаете? Штука, всё. Простить человека, простить. Значит, принять. Если бы вы человека приняли, как мне кажется, вы бы не говорили о том, что, по вашему мнению, он не сказать, что бы раскаивал. А здесь же вы говорите по факту, что вам недостаточно было того, что он, вот, как бы, ну, того, как он себя проявил или проявлял по отношению к вам. Значит, вы, скорее всего, ждали, вы, скорее всего, ожидали большего, но он вам этого большего не дал. И вы согласились, значит, его простить. Вот. Так это выглядит для меня. При том, что вы не простили. При том, что вы не простили. И самое главное, что не совсем понятно, какие выводы вы сделали из своих ошибок. То есть, каким решением вы пришли? Я имею в виду новым решением. Да. Ну, если, как бы, ну, очевидно, что если произошла измена, да, то в отношениях у вас что-то не так. То нужны какие-то решения, нужны какие-то действия, нужны какие-то, ну, как сказать, нужны какие-то шаги. Вот. Понимаете? Какая, какая сторона. Это очень важный здесь момент. Вы же просто простили и, то самое главное, переспал. После этого его подменили, сказали, что я больше не гонял ему, ничего не писал, не гонял за ним. Хотя я не гонялся, не писал и смс, ничего до этого. У меня пропал дар речи. А, видите, здесь вот вы как раз таки и проявили свою, так скажем, так скажем, достоверность, да, потому что, не смотря на то, что он вам не хотел отправлять, не знаю, не смотря на то, что конфликт не был, по вашему мнению, исчерпан, вот, вы все же, как бы, ну, решили его просить. И я так подозреваю, что сделали вы это для себя. То есть сделали вы это вот потому что вам хотелось этого. То есть вам хотелось его, простите, вам хотелось это сделать. Ну, я не говорю, что это плохо, но то, что вы находитесь несколько в отрыве от своих желаний, на мой взгляд, очевидно. Я им ответил, что он же сам гонялся за мной, что этим произошедшим между ними ничего не значит. Ну, понимаем между нами. Ну, я думаю, что вы понимаете, что это не так, и он понимает, что это не так. Так, а здесь еще одно, на мой взгляд, проявление того, что вы нечестны с собой. И тип значит для вас кое-что, потому что вы чувствуете себя униженными. Даже не понимать, что именно. Так, значит, ответило, что я сама разручила все. Чего я хочу теперь, если у него будет время. Я уехала первая, сейчас он мотается с другой. Я унижена, выходит, это было место с его стороны. Приходит две недели, он не приезжает и не звонит. А должен звонить с Еленой или как? Я унижена, выходит, это было место с его стороны. Скажите, а в чем вот конкретно вы ощущаете униженность? Да, то есть, ну понятно, что вы ее чувствуете, а в чем конкретно она проявляет? Что конкретно вас унижило? Вот. Вы, вас унижило то, что вы ожидали одного, ну получилось другое, или чего, чего вы ожидали? Понимаете? Вот. Это очень важный момент, момент, чем униженность. Как вас задела эта ситуация, тоже очень важно, потому что, если вас ситуация обладела, значит, грубо говоря, вы с ней согласились. А если вы с ней согласились, то, как понимаете, ответственность за это лежит на вас, а не на мужчину. Так. Мало того, что до этого изменилось, сделал больно, так и сейчас сделал меня виноват. Ну, опять же. Опять же. С одной стороны, да, с другой стороны, вы в этой ситуации выступаете жертвой, а жертвой это тот человек, который не несет личной ответственности за себя. Соответственно, можно говорить о том, что да, вам изменили, но вы не сделали из этого никаких выводов, вы не извлекли из этого опыт, вы не пролаботали свою боль, вы решили не обращать внимание на то, что вам больно, вы не захотели понять, что эта боль значит. Дальше. Сделать вас виноватой никто не может, кроме вас самой, то есть вы сами, внутренне согласны с тем, что вы можете в этой ситуации быть виноваты, вы сами сомневаетесь в своей невиновности и, скорее всего, именно это вас излили. Дальше. Жалею, что его простила, как дура поверила ему. Ну, если честно, я не думаю, что вы его простили, я думаю, что вы поверили ему, потому что вам хотелось этого. А вот чего вам хотелось, это уже вопрос немножечко другой, это важно, это очень важно, но это другой вопрос, чего вам хотелось. О прощении люди не жалеют по большому счёту, потому как прощение это просто принятие того, что человек сделал. Что делать, гнев и боль раздирают меня, хочется как-то домстить им или написать что-нибудь подобное. Ну, месть, как правило, направлена на человека, совершенно не являющимся реальным, то есть, месть направлена на того, кто, ну, кого не существует. И, соответственно, это очень важный момент, это очень важная такая история. В другой стране гнев и боль прорабатываются, проживаются, вам необходимо помочь, вам необходимо в этом помочь. Вот, вам можно в этом помочь, если вы хотите. Ну, прожить, значит, и освободиться. От этого. Ну, только если у вас есть к этому, ну, и ладно. Вот. Такая вот история здесь. Дальше. Дальше. Поветуйте, для чего это им надо было на ютюдину выкликнуть, как теперь быть на нём. Работать со своими чувствами и своей болью. Елена. Вот. А не пытаться понимать другого человека. Я как облитая грязью. Я как облитая грязью. Вы позволили себе облить грязью? Вопрос в том, почему. Это проблема личной границы. И все мне ответила, мол, дело натворило, что порвало со мной, это какая-то девка, так теперь чего ты ждёшь? А это последнее, вы, Елена, к чему написала, к чему написала? В целом, вам, вы, вы обижданы сейчас, вам очень больно, я понимаю, эмоциональный, ээм, тонус, можно с ней, да, это всё, его можно и нужно прожить. И дальше уже спокойно начать разбираться в себе последовательно и, так сказать, методично. Вот. А на этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго.